Хизбалла на две трети исчерпала свой ракетный арсенал. Доклад по безопасности представленный министром обороны Йоавом Галантом гласит, операция ЦААЛЯ в Южном Ливане идет по плану. В ходе рейдов бойцам армии обороны удалось обнаружить большие запасы оружия, предназначенные для вторжения в Израиль. При этом Галант отмечает, за год войны, особенно в последние недели, Хизбалла растратила большую часть военного потенциала. Сейчас у террористов остается не более третий ракет однокопленных запасов. Плюс ко всему, группировка лишилась практически всего руководства, что не может не сказываться на ее боеспособности. Среди главных целей ЦААЛЯ – зачистка приграничных территорий от террористической инфраструктуры. С наблюдательного пункта, где я сейчас побывал, видно всю первую линию деревень Хизбаллы. Главная их характеристика – каждая из них представляет собой военную цель – подземный форпост со множеством туннелей с противотанковым оружием. Здесь найдены сотни РПГ, противотанковых ракет и другая амуниция. И все это ЦААЛЬ сейчас уничтожает. Одну цель за другой – под землей и над землей. Я дал указания по всем командным уровням – от генштаба и ниже, чтобы мы не только уничтожали каждый такой объект, но и не допустили возвращения в эти места террористов. Это крайне важно для обеспечения безопасности жителей Севера. Действия ЦААЛЯ мощные, сильные. Мы действуем по всей глубине этого региона. Мы разрушили инфраструктуру террора в Бейруте, в долине Бекаа и по всему Ливану. И теперь делаем это и на линии соприкосновения. И мы продолжим операцию до тех пор, пока не достигнем требуемого результата. При этом Галланд признал, израильская армия находится в серьезной зависимости от американских поставок боеприпасов для ВВС и сейчас идет интенсивная работа над тем, чтобы создать местное производство боеприпасов. Между тем, резкое недовольство действиями Израиля выражают как ООН, так и ближайшие союзники. Причина – попавший под обстрел миротворцы Юнифил, чьи наблюдательные пункты расположены вдоль израильско-ливанской границы. «Члены наших миротворческих сил в Ливане Юнифил продолжают выполнять свои мандаты, насколько это возможно. Миссия опирается на полное соблюдение условий соглашения всеми сторонами. Все участники должны обеспечить их безопасность». По данным Всемирной организации, ранения получили несколько миротворцев из контингента голубых касок. «Мы напоминаем всем сторонам об их обязательствах по обеспечению безопасности персонала и помещений ООН, в том числе о недопущении боевых действий вблизи позиций сил ООН». В ответ премьер-министр Израиля Бениамин Итаньягу обратился к генсеку ООН Антонио Гутеррешу с просьбой вывести миротворцев из зоны боевых действий, так как контингент Юнифил по факту превратился в заложников Хизбаллы. «Пришло время вывести солдат Юнифил из районов, где засели боевики Хизбаллы из зоны боевых действий. Цааль неоднократно просил об этом, но его запросы отвергались раз за разом. Миротворцы становятся живым щитом для террористов Хизбаллы. Мы сожалеем о том, что были ранены военнослужащие сил Юнифил, и делаем все возможное, чтобы предотвратить подобные инциденты в дальнейшем». Инцидент обсуждался и в телефонном разговоре министра обороны Израиля Юава Галланта с его американским коллегой Ллойдом Остином. Галланд заверил Остина, что Израиль впредь будет предпринимать все необходимые меры для защиты миротворческих сил на юге Ливана. Остин, в свою очередь, выразил глубокую обеспокоенность из-за обстрела сил ООН, а также по поводу гибели двух солдат армии Ливана, находившихся в районе боевых действий. Остин подчеркнул важность обеспечения безопасности сотрудников миссии по поддержанию мира в Ливане, а также необходимость как можно скорее перейти от военных действий к дипломатическому урегулированию в Ливане. «Я говорил с министром обороны Израиля Явом Галландом 12 октября и выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что израильские силы обстреляли позиции миротворцев ООН в Ливане, а также сообщениями о гибели двух ливанских солдат. Я настоятельно подчеркнул важность обеспечения безопасности сил ЮНИФИЛ и ливанских вооруженных сил и подчеркнул необходимость как можно скорее перейти от военных операций в Ливане к дипломатическому пути». При этом шеф Пентагона подтвердил неизменную приверженность США безопасности Израиля и необходимость скорейшего освобождения всех заложников. «Я также поднял вопрос о тяжелой гуманитарной ситуации в секторе ГАЗа и подчеркнул, что необходимо предпринять шаги для ее решения. Я подтвердил непоколебимую, стойкую и нерушимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля». Цааль признал факт ранения двух солдат из состава миротворческой миссии в результате израильского обстрела на юге Ливана. В армии обороны при этом уточнили, что инцидент произошел в результате реакции на угрозу, а Цааль заранее предупредил миротворцев о необходимости эвакуироваться в безопасные районы. За несколько часов до инцидента Цааль отдал распоряжение персоналу Юнифил оставаться в убежищах. Это распоряжение действовало во время инцидента. Цааль находится в контакте с Юнифил для координации действий и будет продолжать это делать. Цааль продолжает расследование обстоятельств инцидента. Террористическая организация Хизбалла действует с намерением нанести вред израильским гражданам из жилых районов и вблизи постов Юнифил, тем самым подвергая опасности персонал Юнифил. Так или иначе, Израиль дал понять, позиция, занятая ООН, не способствует достижению декларируемого мира. Пока Хизбалла или Хамас будут иметь возможности угрожать еврейскому государству, в том числе прикрываясь миротворческими силами ООН, конфликт будет продолжаться. Следовательно, Израиль будет и впредь действовать, исходя из своей главной задачи – обеспечить безопасность своих граждан. Продолжение следует...